В любом понимании имели теологию, так и говоря, неправильную. А часто учили, я думаю, ну, в большей части это не по их вине, а то, что они, когда у веры, пришли в такие довольно странные собрания, которые даже миленько даже церковь назвать, ну, почти невозможно будет, честно говоря, аллогарду мазать. Вот. Хотя называть тоже христианством как бы. Но, однако же, однако же, эти люди, с кем я общался, они имели правильный сердце, они любили Господа. Вот. И Христос, Он не спрашивал Петра, имеешь ли ты, брат, правильную теологию сегодня? Или осознал ли ты доктрины тебе, или нет, любишь витамин? Ну, в первых веках христианство не имело ни храмов, не имело, не имело вообще фактически ничего никого. По большому счету, имело только Христа. И единственное, чем могли христиане похвалиться, это только Христом. Все. Больше ничем. Но эта вера победила мир. Представляете? И сегодня, ну, девяносто девять процентов, как говорится, девять десяток. Обычно, что если называть христианством, по сути, это не христианство. Это христианская культура, христианская религия, христианская традиция, христианское богословие, христианская дружба. Ну, много еще христианского, да? Но на самом-то деле, если по совести разобраться, то этого всего можно найти не меньше, больше или меньше разных религий вообще мира этого. И я знаю сам подобные примеры. Очень много. Потому что общаюсь не только с христианами, и не только с христианом. У меня большая мусульманская семья родня моя. Вот, по матери, Наталин я, по отцу еврей, вырос русским адресом. Вот так вот. История судьбы их, знаете, тоже. И моя мусульманская родня, она самая большая, она огромная. Воюроды, братья, вот, казанские и мещерские Наталы, и мусульманская родня. Ну, раньше, в советское время, ничего не знали. Все, что... Даже у нас это не было даже с религией связано. Это больше культуры, но просто. Мой дедушка, допустим, да, вот, папай мой, Гали Ахмед его звал. Вот. Он нас всех татарских мальчиков обрезал. И... Ну, это была опять, это больше часть культуры просто была. Вот. Как бы это была часть по традиции народа, что ли. Это вот с религией нас почти не было никак... Не то, что почти, а вообще никак не было связано. Вот. Сейчас, конечно, уже там и мечети поставили, и вот люди уже колют. И вот я разговаривал после отхода, в различных каких-то культурах. Когда там... Значит, там... Мечети... 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 Я у него, значит, там... Гостил... У него там... В холодильнике... Все там... Халяли... Ну, ну, потом прикошел... Музыка... Чистая... Дозволенная... Оно... Музыка... Его там... Параспися... Такой... Этот... Параспися... Музыка... Музыка... И когда я общался... С братьями тоже... Странный такой... Мумент... Мы росли там вместе. Но... Знаете... И... По другому те наши подошлись-то... Тетя меня спрашивала... Ну, знаете, вот в этот раз... Последний раз общались-ка. Вот. Ну, вот... Я не думал, что попал в этом. Ну вот, значит, и, интересно очень. И вот значит, и знаете, ну, с братами общаюсь. Они сейчас такие набожные мусульмане, скажем, да. Ну, как? Кто там тоже. И я говорю, знаете, я им всем новые заветы, эти Я говорю, знаете, вот в Коране, я говорю, девяносто девять снов Бога есть. Они, говорю, все есть и в нашей Библии, говорю. Если вот сесть, задаться целью, то все эти читовые звания, имена, они есть и в христианской Библии. Пожалуйста, но, говорю, но, есть одно, которого нет в Коране, но которое для меня, оно самое-самое ценное, самое драгоценное, но и ценнейшее. Отец. Он мой папа, он мой отец. Это самое ценное, самое драгоценное. Да, он царь вселенный, да, он Бог всего, все мироздание, творец с небной земли, да, он судья, он праведный, святой. И для людей, даже для далеких от времени, Бог действительно, он такой недосягаемый, великий, большой. Но благодарю Бога, что, когда Бог поселяется в человеке, когда Божий Дух приходит внутрь естества человечества, все меняется. И Дух этот вызывает изнутри естества нашего человечества, как из бездны. Вызывает, вызывает в бездне. И взывает Абба, Отче. А Абба, это даже не просто Отче, это Абину, по-еврейски Абину. И очень многие молитвы, кстати, еврейские, еще даже дохристианские, еще, ну, до Христа, до рождения Иисуса, они уже и были эти слова. То есть, в тогдашних процедурах этих молитвенников, еврейских, были уже эти слова. Абину, Малкейну, Шенла, Шамайин. То есть, Отец наш, который на небесах. Многие евреи так молились, такими молитвами, конечно. И то, что Иисус, когда ученикам сказал, вот, то, что мы говорим, Божий наш, вот, это не было опять-таки новостью, громом среди ясного неба. Все эти прошения, содержащиеся в этой молитве, они, как бы, были известны, но не в таком порядке, может быть, и, конечно же, не в одном таком, как бы, букете, как бы, а ворозе, в разных молитвенных прошениях, разных молитвах, они, если слова уже произносились миллионами густ, будет так говорить, еврейских. Просто Иисус это сказал очень сжато, как конспект, и все это в одной молитве поместил, действительно. Вот, но, отец, самое ценное, отец, Абрину, Абрину, это отец, а Абба, Абба, это, Абрину, это отец, а Абба, это папочка, папулинка. Ну, в принципе, у меня есть очень красивая, папулинка, папулинка. Вот это то, что человек, он обращается к самому родному. И я читал с одним из молодой мусульманки, одной женщины, которая стала евангелисткой, она стала пьянкой. Она написала свое свидетельство и назвала, очень интересно, название книги такое, я осмелилась назвать его своим отцом. Вот так вот, книга называется. Вот, с удовольствием большое почитал рассказ про женщины. И действительно я понял, что вот для нее было как разреди, что Бог не просто творец всего мира, не просто судья праведный, а Он ключ. Он есть любовь, Он есть отец, дающий жизнь. Ибо Он такой отец, который, по сравнению с которым, любой земной отец, даже добря, самый добрый и не добрейший, чтобы он злой. Если вы земные отцы, будучи злыми, можете отдаяние благодать детям вашим, тем более, отец небесный даже благопросящий. И действительно, в сравнении с благним отцом, никто не благ, как только лежит. Любой земной отец, он злой. И даже если он самый добрейший, то из добрейших вообще. То, что он приказывает в Ханне. То есть, он медок. Все, он просто весь медок есть. В сравнении с Богом, он злой. И благодарю Бога, что в моей судьбе, вот, в неполно 13-х лет, еще подростком был, когда была первая с ним встреча, с Богом встреча была моя. После возвращения, после воскресения своего исцеления, что произошло в моей жизни, когда первая моя молитва была в таких экстремальных условиях. Смерть от демонии. Тихо, может не знаю. Но я об этом свидетельствовал не раз. Есть полное соединение с тобой. На ютубе, если что-то снять. А так, значит, после возвращения, конечно, этой встречи, я не мог, просто без него жить не мог. Просто не молчать. И я даже, ну, я стал плакцать. Я не проникладывал раньше с того. Потому что я считал, ну, как нам так говорили, что мальчик, он не может плакать. И нас как растили. Вот. Вот. И бабушка моя, и еврейская бабушка моя, и татарская моя бабушка. Обе, наверное. Они добрые женщины были. Так вот, ну, по-своему добрые. Каждая из них была. Но все равно говорили о том, что мальчику не должен плакать вообще никогда. Вот. И, тем более, в моей еврейской бабушке она была ветераном Беларея еще. Вот. ЧК, КГБ. Там и потом. Ну, как бы, такая бабушка такая была. Георгическое простое. Вот она верила вслед на будущее. Ради этого не всегда ничего делали мне окружающих. Вот так вот. Ну, знаете, когда… Гальнулся, то я вот не мог просто не плакать. Я когда приходил домой со школы, потому что я не мог ни с ним поговорить о том, что я видел вообще, что о Боге не мог поговорить. Хотя я понимал, что вот все мы опозоримся перед Ним. Я же опозорился, я думаю. Я еще даже за секунду до смерти не знал, что вообще он существует первое дело вообще. Что Бог есть вообще. Это вот. Неважно, какой там мусульманский, еврейский, хрустянский. Ну, вообще, какой-то Бог. Я даже не знал никакой теории религиозной. Знаете, некоторые люди говорят, что путают порой около смерти у вас. Смерть там много разного. Ну, ладно, это уже. Ну, пойдем. Я не знал, что можно с ним разговаривать, не выходя из Ну, я даже тогда, еще не было 12, еще не было пока еще, кстати. Когда все это произошло. Я томился. Я понимал, что, знаете, вот в чем томление было. Что вот. Я не мозг не его. Я не вижу его. Его взглядов вот этого. Я просто не мог без этого. Просто из него там. Знаете, вот. Я был готов. Хотел с ним снова поговорить. Но обязательно можно с ним разговаривать. Я не знал, что можно с ним разговаривать, не выходя из тела. И в экстремальной ситуации, а в нормальных условиях. И я грешным делом в школе подумал тогда. Знаете, вот. У меня была мысль такая шальная. Ну, хоть такая мысль. Что, наверное, я мог даже риснуть. Снова там. Либо доесться мороженого, просто специально заболеть, чтобы снова, ну, поберечь. Хотя это было больно, страшно. Воспоминания о смерти были очень страшны, честно говоря. Он даже был готов на это. И даже был готов на то, что он не вернусь я. Потому что, ну, у меня расповезло. Но я надеялся, что еще раз повезет. Ну, мне хотелось хотя бы секундочку. У него с того глаза должны прийти. Вот это я вообще хотел. Но, слава Богу, не дошло. Где-то мороженого, где-то простуды. Вот. Мои шаги и планы, они все время меня получили. Но уже ночью отпустили. Потому что ночью я видел сон, в котором был Бог. Он не ярко был. Но он настолько там был, что, ну, будет так говорить, что, ну, будет так говорить. Я не знаю. Он там присутствовал. И в этом сне была показана, как будто игра. Знаете, девочки, мальчики какие-то играют. Вот. Но игра очень интересная. Мне она очень понравилась. Был как бы какой-то ширмочкой. Был как бы какой-то ширмочкой. Был как бы какой-то ширмочкой. Был как бы непонятно. Был как бы что-то такое. Но он все видит и слышит. В этом сне настолько, что аж вот физически тоже. Ощущаешь вот его здесь, вот, нахождение как бы вот. Вот. Ну, самое интересное. Эти девочки и мальчики ему все пересказывали. Распределение. Был как разговаривает. Распределение. Немного это странно было, по-началу. Потому что, Бог так все это видит как-то. Но они пересказывали ему. Им это было как-то свое прелесть. Потому что, ну, как бы мне понравилась всю эту игру. Я тоже попробовал во сне. Я ему все пересказывал. Рассказывал. И так во сне так хорошо стало, когда я ему все рассказал. Хотя я понимал, что он так все это знал, но сам процесс пересказывания мне какое-то расслаждение кое-то доставило. Я не знаю, это несравнимо. Я с ним проснулся, рано засыпал еще, проснулся, за ногу до будильника. И вот тогда ранним утром тем я прервой, честно говоря, обратился к нему, уже не выходя из тела, не умирая от пневмонии, как первый раз. Ну, я просто не решался долго, час, может, больше я закрылся, в том числе я просто, значит, ощущался очень глупо, конечно, но как бы могу говорить с тем, кого я не вижу. Мне было очень трудно начать. Это потихонечку, я даже не помню, как я начал, я начал, что выдавил просто для себя столу Бог, а потом сказал прием или так и так, это я Сережа. Вот, у нас был сеанс с ним связи. В принципе, у нас есть все, друзья. И сейчас в сайте ФССН. dipakar他URO, репочат давил начальника в нём, я с ним сейчас рассказывал тут,父, я емуfoldio и дальше он говорит, где он�� в минусе, далее в том числе и сейчас один из тех, кто пробиралictvente. Я говорю, мама, ты же умрешь однажды? Да, конечно, все же умираете. Я сказал, если ты умрешь, ты перестанешь существовать или ты будешь? Она замолчала, снимая сцена, затянувшаяся. Потом я просто пересилил себя и дальше сказал, я не гад. А если ты будешь? Как ты думаешь, там что-то увидишь или ничего не видишь? И она все. И все. Она вообще не поверила. Это не возможно, у него были вообще истерики. Она напугана врачами еще, что не воспосредственно, это может быть революцинация у меня были или что-то еще. Но у меня у него хватило, когда дальше не говорить ничего. Думаю, уже трубу в больницу оправдала. Ну, серьезно, обсудили, я как раз olha post-Dreams 씨 молчал А потом сверстникам пытался поговорить, у нас в школе учился, за 1 парку мы сидели, я же Рублев, а товарищ мой гусик. Птичья парка назвала. И мы все летали в доске. То я, то так все получилось. Ну и у нас был ход до смерти моей, по крайней мере, и у меня было много интересов. Общих интересов было, по крайней мере. Когда я уже умер в воскреску, то для меня уже все те интересы, которые раньше были интересны, сами совершены неинтересны. Абсолютно. И наоборот, вот из того, что мне стало интересно, мне раньше, я даже не знал, честно говоря, вообще. И раньше мне нравилось, что это меня хвалит. А потом, после этого, знаете, вообще, хоть приварить со стыда, мне казалось, ну, не можно это хвалить. Ну, и прочее. Ну, я ему рассказывал тоже. Абсолютно об этом. Серьезно. Потому что я не поценик, не печально. Серьезно. А он насчитался там какой-то фантастикой. И я думаю, вообще, ни с кем не поговорить вообще. Ну, слава богу, что господь вышел на встречу во сне. Но для меня это был у кого-то очень хороший. А потом, следующий сон. Он мне, другой ночью уже, он мне по трассе. А потом, следующий сон. Ну, я там был, я там, этот раз еще больше. В этом сне я впервые обратился к нему. Богу. Не просто Бог во сне, я говорил ему Бог. Но я сказал, ему еще папочка. Сказал, папа. Это было незабываемо. И я когда проснулся, я вообще, я потел, волновался так. Мне хотелось снова с ним поговорить, но мне хотелось взруделать все просто внутри. Ему тоже как бы осталось сказать не просто Бог, а сказать Папа. Я думаю, если кто-то сказал, что я кого-то называю Папой, кого не вижу, это же вообще. Но я потихонечку начал это говорить. Вот. И вот так его называл. Ну, знаете, конечно, тогда же в 12 лет пришла Библия в мою жизнь. Через книги по научному атеизму. Сергей Анатольевич Курминал, советскую школу, тоже не что вспомнить. К сожалению, как вот. Вы знаете, если нет Бога и нет Божьего слова, то советская школа была хорошая. Вот. Но если признать, что Бог есть и есть Слово Гожие, то она была самой страшной школой. Самая страшная школа та, которая вытравляет из сердца детского самое-самое важное. Самое главное. Когда я был перед Богом в 13 неполных лет, у меня первое чувство возникло обидное какое-то. Но оно быстро ушло, правда, гретучилось. Но вот эта послевкусие осталась. Обида за то, что я не знал Бога. Обида за то, что меня обманули. Такая мысль пришла, что обманули. А мне не сказали, что Бог есть. Я так опозрелся перед ними. Даже за секунду до смерти не знаю, что вообще существует природа вообще. Поэтому самое страшное. Можно, знаете ли, не выучить название материков там, или не помнить название реки каких-то, озер. Или какие-то события из прошлого, знаете ли. Или какие-то другие науки. Можно быть профанами. Можно быть математикой. Но знаете, это не самая страшная беда. Есть более страшная беда. Я помню в социальных сетях там была информация такая, если я ее сохранил, но не помню. Не мог потом найти. Но в ленте там у друзей были публикации просто. И кто-то опубликовал письмо какого-то директора школы. Дело было после войны. Где-то там в Европе, в послевоенные годы. И директор школы, какого-то института, принимая много учителей. Может читали его? Он давал письмо почитать одно. Вот как бы свои послания вот этим учителям. И он умолял этих учителей, чтобы не забывать о самом важном, о самом главном. О науке всех наук. Чтобы человек был человеком. Потому что те, кто нас убивали в хорстлагерях, они были грамотные в математике. Они были очень, ну, хорошие специалисты или инженеры. Придумали газовые камеры. Все было продумано до мелочей. Вот механик убийства. И очень грамотные люди и хорошие специалисты запустили хорстлагеря на нашей системе. Вот, но я хочу быть… Он сам был узник. Немец был узником фашистского немецкого. Потому что Нитлер же там порядка трех миллионов уничтожил немцы, архонс-магиряков, именно те, которые не разделяли идеи пуссоциализма. Вот и около шести миллионов еще пострадало так или иначе от его тирании. Об этом у нас мало. Понимает он? Вот такая интересная информация была. Значит, его письмо. Что позвольте быть человеком. Ребен в первую очередь, что он был человеком. И он дальше указывает на Создателя в этом письме, что самое святое, чтобы не выправить из души человека. Вот. И поэтому самое главное, и деткам, и взрослым – любите Господа. Когда Иисусу спросили, что есть самое главное вообще в законе, во всей Торе, Пророке, в котором возлюбить Господа Бога. Вначале он даже сказал – «Слушай, Израиль! Шма Исраиль! Слушай, Израиль! Господь Бог наш, и есть Господь, иди!» И дальше говорит – «Возлюбить Господу Бога, который в своем сердце, и все души, и все души». Говорит потом вторая – «Подобные, и возлюбленные самого себя в этих запахах». И все. Благословляю вас, дорогие друзья, и пусть действительно в наших судьбах это чудо совершается в оба явления, в оба явления. И Христос в нас упование и слава. И это не просто разовое переживание. Это действительно каждодневное переживание и каждодневный труд. Труд души. И крещение, как водное крещение, да, оно совершается в жизни верующего, как обещание служения Богу. Но есть крещение как погружение в Бога, и оно совершается постоянно, каждый день. И пусть в наших судьбах это происходит и произойдет во всех полноцах. Как в древности, когда Школу Шамая и Школу Гелия спрашивали, какой-то самый же самарный, ну, золотой стих Гиблии 怎么 как говорится. Ключевой стих Гиблии всей. Я говорю, что самые интересные они нашли это стих, в記得 в которой нет имени Всевышнего Бога вообще. Это очень странная книга, песни песней. В книге всех книг есть песня всех песней. Песня любви, песня, говорящая о любви мужчины и женщины. Но с глубокой древности еще еврейские учителя, потом христианские учителя, видели в этом образе любовь, как бы прообраз любви Бога и человеческой души создателя и варенье Бога и его народа, любви. И в этой песне песней, в ней есть стих всех стихов. Так мы лицеросудили. В книге всех книг есть песня всех песней. В этой песне всех песней есть песня всех стихов. Оригинально он звучит интересно очень. Это они, то есть я, да, они, лето дзи, лето дзи ли. Переводчик синодалия переверит так. Я принадлежу ему возлюбленному, возлюбленному мне. Но вот это лето дзи, лето дзи, опять-таки принадлежу, это довольно очень упрощенный перевод на самом деле. Буквальный перевод, я в нем всецело. Я всецело ему принадлежу. Я всецело в нем, а он всецело, без остатка, полностью во мне и он мой. Вот это вот полное согласие, полное вот, что я в нем, а он во мне. И в древности, еще перед пришествием Христа на землю его первого, вот в этой школе Елегии, в школе Шамая, хотя они друг другу в сервере происхоречили, спорили, надо, не надо спорили, по любым вопросам. Но самое интересное, странное, в этом вопросе они нашли одинаковое решение. И одинаково высказались насчет Фельд-Израиля. Это, думаю, очень красивое совпадение. Нашли стих, вот именно этот, как ключевой. И в этих школах богословских рассудили так, что если человек уразумеет этот стих, он уразумеет все еврейские писания, уразумеет то, что пророков, если не уразумеет этого, то ничего он ни в Торе, ни пророков не поймет. То есть это как бы ключевое послание любви Божьей. И пусть Господь Бог благословит. Хотя я понимаю, что до Христа это было лишь как бы гадательно прообразы. И больше поиск был этого блаженного единения. Но нам все равно сейчас, друзья, мы живем в эпоху удивительную, о которой могли лишь мечтать люди в прежних столетиях. Мы живем в 20-летии в эпоху уже третьего храма. Храма, которого, как вот здесь даже написано, на основании апостолов, пророков и перед пророков камнем самого Иисуса Христа. Весь этот храм строится уже два тысячелетия. И хотя на строительной площадке этой временами казалось, что все уже покончено. Казалось, уже долгострой и вообще проще эстетичен дальше строить. Но слава Богу, да, была эпоха великой деформации христиан, но пять столетий назад началась эпоха великой реформации. То есть покаяние, исправление, восстановление. И на этой остальной площадке вновь закипела работа вовсю. И вот пять столетий, она понарастающей. Она просто действительно великолепная настройка тысячелетий. И куполом этого храма огромного, созидаемого из живых камней, этого третьего уже храма, самого великолепного, который уже предошел на сегодняшний день своей славой. Все те первые в два храма и скинь, и вместе взятые все. Потому что Бог, поселяющийся в живых людях, как в живых камнях, созидаем.